короче ностальгический так сказать момент правда дерьмовый но ностальгический в 2012 году если верить вот этой крене потому что у меня год не я его не запомнил 2012 году в россии может других странах тоже но я знаю только про россию хотя да и других странах тоже короче выпустили вот эту вот замечательную игру и еще две других и эти игры были сделаны специально чтобы рекламировать эти сухие завтраки несколько ну вот эти шарики короче эти диски прям в коробку клали и очень хорошо что можно было узнать какой диск лежит там было небольшое окошко можно было увидеть но я book старый на пени brow me 4 я очень хотел нучесты игру и лишь круто хотелось игр побольше интернета не было конечно хотелось больше игр вот и хотелось про машины больше всего там еще были игры вроде про дирижабль какая-то игра и про мотоциклы папра самолеты про мотоцикл две игры одна про самолет другая про мотоцикл ну я конечно хотел про машины вот третью и вот я ее получил получил запустил Ну и знаете, в то время все было нормально То есть даже если бы это было откровенно говно Было бы нормально Потому что других игр не было, хотел что-то новенькое Ну я эту игру, собственно говоря, затер до дыр Сейчас у меня тоже на новом компе запустил Удивительно, что, кстати, она работает То есть вообще, флекс на десяточке Спокойненько работает В наше-то время Хотя, что удивительного Ну ладно, не важно Важно другое Важно то, что эта игра оказалась Бэкапнута мной Диск-то у меня уже давным-давно нет Но игра осталась На жестком диске В виде ISO Образа, короче Я сегодня на нее совершенно случайно наткнулся И мне просто очень сильно захотелось Вам ее показать Новый тип видоса Которого у меня никогда, по сути-то, и не было Просто взял, запустил Хотел показать Потому что, ну действительно, тут показывать-то особо нечего Поэтому короткий видосик из этого можно сделать Ну что Вот я тут играю за чувака По имени Калман Почему Калман? Потому что игра Кал Соответственный человек должен быть Калман Вот, короче Значит, вот игра, когда запускается Приветствует вас видосиком Кстати, видосик его как Видосик можно посмотреть? Хотя, мне кажется, если я его включу, меня забанят Ладно Короче, тут очень крутой видосик вначале есть Если хотите, потом я его отдельно запишу Надеюсь, меня за него не забанят И выложу Ну, напишите в комментариях, если вам это надо, конечно Короче, игра вас приветствует с этим видосом Потом вы попадаете вот сюда Но у вас будет другой немножко Но, по сути, вот вы Нажимаете сюда Меняете имя Не знаю Брах Можно сказать, по-русски писать Удивительно Брахман Можете менять цвет Всех деталек Но машина всего одна Да, и, кстати, у меня Небольшие фрезы Потому что опять на том жестком диске все лежит Игра не лагает Это просто я, дурачок Можно цвета менять Все такое Может что-то И видите, тут есть заблокированный Чтобы его получить, как я понял Ну, как я пока что понял Надо получить 100 тысяч очков За один заезд Это невозможно Поэтому, наверное, 100 тысяч надо получить в общем Что очень, кстати, странно Также можно пилота, кстати, редактировать Но опять же, только цвет По сути, текстурка Моделька тут одна Такой, хоп И поехали Я тут немножко уже покатался Короче, надо три круга проехать Дрифтить Потому что игра называется Дрифт, кстати говоря Если кто не знал Эта игра прям так называется Дрифт Ну, или Дрист Дрист лучше, наверное Потому что эта физика В этой игре Она просто замечательная Ну, вы уже, наверное, успели прочитать Я не буду это зачитывать Дерьмо Не инструкция Ну, а дальше начинается геймплей Супер флексоидный, кстати говоря Очень громкий еще Я, наверное, опущу громкость Потому что научился вообще громко В общем, просто едете вот так Да, я, наверное, громкость опущу А, тут паузы нет Замечательно Великолепно Тут еще и паузы нет Вот Ну, как видите, дрифт здесь работает просто замечательно Но в детстве я научился ездить очень хорошо здесь И ставил рекорды По времени Наверное, я был единственным Кто этим вообще занимался Ну, сейчас я вообще уже, конечно, разучился Спустя 8 лет Ну, по сути, игра не настолько, чтобы сложная Научиться тут довольно просто в нее играть Но вопрос в другом А нужно ли вам это? То есть, вот серьезно Нужно ли вам? Хотите ли вы реально в этой игре учиться водить? Физика здесь полное дерьмо Если вам кажется, что она ничего Ну, поиграйте сами, вы меня поймете Но лучше не играйте Просто поверьте нас Вот эта игра плохая Но опять же, чего вы ожидали, собственно говоря Эта игра была выпущена чисто для того, чтобы Прорекламировать какой-то сухой завтрак Просто чисто То есть, какого-то быдлокодера наняли И ни одного, кстати И он сделал эту игрушечку на коленке На че Тут даже, насколько я понял Здесь даже нету титров То есть, я не знаю, кто сделал эту игру И мне кажется, никто не даст узнать Хотя, наверное, просто надо было погуглить Но мне просто лей И так вот вы едете три круга Собираете вот этот кал И все такое Тут можно притормозить Чтобы собрать побольше кала Насколько я помню Здесь можно было какой-то объезд, что ли, найти Или что-то такое Но я не уверен Вроде как здесь все просто Тут тупо один круг Ну, я имею в виду, конечно, три круга Но трасса одна я и в этом плане А, еще перевернуться можно Ни хрена себе Я бы умудрился перевернуться Не, ну физика, конечно, здесь замечательная Но когда у тебя получается дрифтить То, в принципе, нормально То есть, да Сам дрифт ощущается, если он работает Но когда ничего не получается То все Плюс, опять же, никакой поддержки геймпадов Ну, что логично, наверное Потому что, типа, зачем? Ну и все такое Одна музыка в гонке Одна музыка в меню Кстати, музыка в меню очень сильно похожа на Колин Макрей Ралли Особенно 2005 Прям напомнило Хотя, наверное, просто ностальгия Хотя какая тут может быть ностальгия? На самом деле, эта игра мне не нравится То есть, хоть ностальгия и есть, ибо приятно Но играть в это я не буду Это вам не Драйвер 3 Который был замечательным Ну, вот, по сути, вся игра Я, правда, не знаю, что там открывается Когда ты получаешь 100 тысяч очков Но я... Кстати, звук Хотите прикол? Я вот сейчас понял Этот звук из Таракмении А когда там вышло? Подождите, сейчас, секунду Я загуглю Быстренько Хотя, да, как же Я загуглю, я интернет отключил Там уведомления сейчас просто придут Короче Да, уведомление пришло Сейчас Когда вышел Тракмения Кэнниен? Тракмения 2 Кэнниен Потому что звук оттуда взят Когда она вышла? 2011 год! Да! Действительно, ребят Это еще и бутлег Замечательно Они своровали звук Из Тракмении 2 Кэнниен И если вы мне не верите И у вас есть эта игра И вы, может, не помните Этот звук Он и в Тракмении И даже не только Кэнниен Я сейчас вот почувствовал, что это Я даже сам ошибся Это еще и из первой Тракмении Которая Сейчас вы можете поиграть Называется Юнайтед Форевер Вроде Так она называется А, Нейшнс Форевер Вот, бесплатная Нейшнс А, та, которая платная Юнайтед Форевер Короче, этот звук Из какой-то Тракмении Точно Я вам гарантирую В редакторе карты Либо Тракмении 2 Либо Тракмении 1 Вот этот звук применяется И он там везде Так что Да Мало того, что игра Супер дешевая Так она еще и Супер фиговая И так уж и быть Для того, чтобы Полностью закончить Этот Экскурс Я вам сейчас еще Кое-что покажу Я хочу вам показать Сайт игры Ну, конечно Он уже давно-давно Не работает Но Я Нашел его В Wayback Machine Сейчас я вам его покажу Эта игра нафиг пошла Все, я вам ее Примерно уже показал Думаю, вам она и сам Вам она надоела Мне она точно надоела Сейчас я вам покажу Не знаю, как я это буду делать Честно, не знаю Наверное, захват экрана Как всегда А он еще и не работает Хоп Вот Вот оно Team Hot Wheels Вот Hot Wheels CD Games Сведения об играх Хотя тут явно Одна игра Если уж Именно Team Hot Wheels Хотя Хотя Вроде как Они все были от Hot Wheels Но я Не смотрел Во всяком случае Требования к системе Запомните 2012 год Запомнили? Теперь вспоминайте 2012 год Windows XP Спид И спид 2 Да Замечательно Pentium 4 512 мегабайт оперативки У меня, кстати, даже меньше было 24-24 скоростной CD-ROM Тут вообще флекс CD-ROM И в 2012 году Когда уже DVD-ROM Это не так часто использовались Совместимый видеоадаптер С поддержкой DirectX 9 64 мегабайта У меня было 32 мегабайта Оно работало замечательно Мыши или клавиатура Колонки или наушники Это тоже все было естественно И та же на Mac Оно есть И это, кстати, не шутка Я сначала вообще не шарил То есть, когда я Ripple Этот, ну Делал образ Этой замечательной игры Я Не знал Как работает Mac Но потом я заглянул Вот буквально Когда сегодня Эту игру откопал Снова На своем жестком диске Я Нашел Там файлик Mac Который Было написано Mac И я сразу понял Что эта игра еще и на Mac Оказывается есть И она также будет работать Если вы вставите Этот диск в Mac А теперь у меня вопрос Какого черта Типа, ну Не, ну конечно Хорошо, но Блин Зачем? Ааа Я Просто я очень сомневаюсь Что в нашей стране Те, у кого Mac Купили бы этот диск Купили бы этот завтрак Нищенский Ну по сути Сравниваем уж Mac Это же для богатых Макбуки Все это Для богатеньких Детишек Они такое Вряд ли бы Стали запускать Но Вот Пожалуйста Да Есть Всякие тут Решения проблем Предупреждения Вреди для здоровья И все такое Вот такая вот Суперская Замечательная Конечно же Игрулечка Да Просто замечательно Конечно Ничего не могу тут сказать Это просто Просто удивительный Экспириенс И единственное Что хотелось сказать В завершение То что Очень жаль Да Все равно Жаль Хоть игра то говно И все эти события С такими вот Рекламными играми В кавычках Это все говно Но жалко Что такого больше нет Вот реально Все таки Это было Как ни как весело Потому что Ну банально Часто игры уже Та же Вот это была Какая то была игра Angry Birds От Cheetos Где там надо было Покупать Эти Cheetos Читос Ну эти чипсы Там были коды Ты их записывал На сайте И мог играть Там какие то призы получать Я даже играл Один раз Ну так чисто по приколу Посмотрите что это такое Давно это тоже было Ну вот короче Таких ивентов Таких промоушенов Больше нет Этих дешевых игр Тоже больше нет Потому что это Понимаете Такие обычно дешевые игры Они в плей маркете сейчас Все кому не лень делают Рекламу тасуют И продают А тут прям действительно Настоящая игра Хоть и да Там немножко Бутлегнуто Немножечко Так звуки Неправильные Но в суть По сути то Че я могу сказать Игра то Лиджит И не одна А целых три игры И они все Настоящие Они все Ну можно так сказать Лицензированные И действительно Они Ну Это Это нормальные игры По сути Это просто дешевые Но от нормальных контор Это удивительно Сейчас такое Не встретишь То есть реально Сейчас не сходишь В магазин И такой Оп А вот мой любимый Сухой завтрак А там внезапно Хоба Диски с играми Да не будет такого больше Я вам гарантирую Диски умерли Хотя я все равно Использую дисковод На компьютере Потому что я люблю диски Но К сожалению The future is now Old man Я действительно Выгляжу как Old man После всех этих слов Ну и ладно И мне плевать Так что С вами был CloudShade Это было Hot Wheels Team Drift И если У вас это было в детстве То Можете вспомнить Скачать где-нибудь А если у вас этого не было То не трогайте Я вам не советую Это Лучше избегайте этого Оно того не стоит Ну а на этом все С вами еще раз Я опять же говорю С вами CloudShade Пока Пока